Вроде как сейчас что-то про джаваскрипт будет в разработке Да, ни разу не было и вот опять Про джаваскрипт Нерон Инсомниус уже Разошелся? Он вообще прям пошел на попятную В смысле на попятную? Не знаю, я просто хотел что-то сказать Он кстати, вот если так открыть Враж вошел Я вижу, что он бомбит ссылками дико Да, прям даже вот если эту конкретно открыть Под ней еще две Но их мы уже не рассматриваем Хотя нет, еще одну про фейсбук Тоже рассмотрим Ладно Первое, это основные принципы работы промислов На примере бургерной вечеринки Иллюстрированного клоста Марико Косаки Это какие-то епошки будут? Это телка Так Я не знаю, слушай, какой она именно раса Она кстати Косака Чтобы вы понимали, как Кусака Знаешь, когда вот это Коша Галин, Кусака, Кусака, Кусака Вот тут так же Вот в общем Она нам говорит, что Ягод написала вообще Эту статью Потому что внезапно Мне вот когда сказали Что типа Вот промисы джаваскриптовые А что такое Ты не будешь сейчас говорить сразу Что такое промисы? Вот промисы Это вот способ реализации Асинхронности Который говорит Вот чувак Вот сейчас ты это делаешь И когда коллбек отработает То тогда У тебя вернется результат Угу Но я вот тебе обещаю От слова английского Промис Обещание, что что-нибудь Обязательно произойдет Либо результат будет Либо exception То есть ошибка Так Но она говорит Вот мне сказали Что вот тебе надо сделать Чтобы вот Была синхронная Какая-то вот штука Она говорит Ну я использую fetch И я такой Ну давай короче Так Вернем промис И она говорит Блин Я чуть не знаю Что такое промисы И она решила Оказывается Оказывается Я того-то не знал У нее на блоге Она рисует Иллюстрации Наглядные Для тех Алгоритмов И принципов Программирования Которые ей не ясны Причем Ня-ня-ня так рисует Да Неплохо И она вот На твиттере написала Я даже вот Не представляю Как сложно Оказывается Было объяснить Предложение It returns a promise Возвращает обещание Возвращает промис Но говорит Это я просто Не понимаю промисы Угу И вот она решила понять Вот заголовочек Такой Promise of a burger party Обещание бургерной вечеринки By KasaMari Это ее никнейм Потому что она Мари Кокосаки Слушай Интересно Почему она Не говорит Что это Вечеринка суши А именно бургерная То есть она уже там Америкоска Видимо она да Возможно уже выслали Но По-моему Таких еще не высылают Так Вот И она говорит Ну квест Понимания Дживоскриптовых промисов А здесь она Расскажет Почему бургер Видимо она из Нью-Йорка Точнее живет в Нью-Йорке На данный момент Потому что Она рассказывает На примере Бургерной Jack Shack И она реально Существующая Бургерная Угу То есть это все равно Что вот у нас Это не реклама В Челябинске Есть сеть Мини кофеин Таких уличных Доклаг Угу Вот на примере Доклаг Нихрена ты вспомнил Только я так понимаю Джейк Шейк Джейк Шек Хижина Джейка Если угодно Она одна все-таки Не сеть Хорошо То есть это еще и такая Уютная Вот да Это то есть прям вот Теперь уже известное На весь мир заведение Как оно выяснилось Угу Ну так вот Она говорит Вот представь Что у нас есть Кусочек кода Который мы будем рассматривать Есть функция Кукбургер Тайп Фанкшн Мейк Милкшейк Тайп Кукбургер Асинхронная Операция А Мейк Милкшейк Обычная Синхронная Вот у нас есть Функция Ордер Которая возвращает Нам промис И в промисе У нас есть два аргумента Это resolve Resolve Ну то есть очевидно Что reject Это если мы Отклоняем промис Если ошибка какая-то И resolve Это если мы его выполняем И вот мы внутри нее Объявляем метод Бургер Которому Представим Кукбургер Собственно Асинхронный метод И в тот момент Когда асинхронный метод Выполняется Бургер У нас функция Принимает Опять же Два аргумента Или ошибка И тогда мы Реджектим И делаем Какой-то обработчик Когда ошибка Или resolve Бургер То есть мы Сам бургер Возвращаем Когда он рейди И все И выполняем его Точнее Его результат Отдаем После этого Вот вызываем Ордер Джейкбургер Заказываем Джейкбургер Есть у нас Две конструкции Then Then Catch И Then Then Это проявление Того что промис Можно чейнить То есть После выполнения Одного Выполнять другой И так далее Не обязательно Они все будут Асинхронные Можно выполнять И синхронные Какие-то действия После асинхронных Но если вы Что-то все еще не поняли То усаживайтесь Поудобнее И она нам расскажет Я вот уже Как человек Прочитавший статью Все понял Но сначала Ты не понял Сначала Ни хрена не понял Честно скажу Ну давай Я не знаток Джаваскрипта Как многие Из наших подписчиков Знают И Я думаю Что как многие Из наших подписчиков Точка Согласен Как это Как каждый Как там было Казнить нельзя Помиловать Вот Знаки припинания Решают Вот вовремя Поставленная точка Она на самом деле Тоже прям Решает Как многие Из наших подписчиков Давайте Будем бургерную Вечеринку устраивать Добро пожаловать На Промис Скуэр парк Представляешь На Парк Площадь Промисов Обещаний Дом Бургерного Места Джейк Шек Вообще Джейк Шек Супер популярный Но у них Ограниченное Количество Каз Она нам Моделирует Почему в принципе Есть какие-то Асинхронности В этом всем Почему бы Асинхронно Это все Не делать Ограниченное Количество Каз И всегда Большая Очередь Но вот На кухне В принципе Все достаточно Неплохо На кухне Работают Быстро Ждем Мы почти Всегда Кассу А не кухню В этом Асинхронности Это метафора На компьютер Мы ждем Обычно Сервер И запрос Сервера Потому что На самом сервере Все быстро Обсчитывается На кухне Но когда Уже прилетает К нам На кассу Вот задержка Между кухней И кассой Она вот И заставляет Нас Асинхронно Все это делать Вообще Если вы не в теме На Парк Есть Шейк-шек И здесь Она нам Прикладывает На самом деле Даже статью Я так понимаю Какой-то обзор Шейк-шека Он уже в Москве Даже есть То есть Это целая сеть Я думал Это как раз Под этой закос Но видимо Это под этой закос Оказывается Да Окей Слушай Я не знал Что в Москве Есть Ставьте лайк Если вы Жрали в шейк-шеке А ты кстати Никита жрал Я не жрал Мину проходил Да я знаю Что там круто Ну вот Ведь даже Она знает Что круто Так вот Поделимся с понятиями Что в нашем случае На нашей бургерной вечеринке Промис Там что Что так далее И да На Джейк-шек У них Система Так сказать Пищалок Пусть будет пищалок Когда покупатель Делает заказ Ему выдают Пищалку И как только Пищалка пищит Надо подойти За заказом Ну классическая схема Сейчас в Макдональдсах Даже так То есть Ты делаешь заказ Тебе выдают билетик Парт-билетик И ты по номеру Ждешь Когда твой номер Загорится на экране Подходишь За этим заказом То есть Я думаю Нам Челябинцам Будет проще Такую схему Представить Например И что такое Промис В данном случае Промис Это сам поднос То есть Когда он дает Поднос Это промис А Пикалка Ну в данном случае Здесь какое-то Мобильное Телефонное устройство Типа Ну по факту На нем просто Загорается Что там Джейк-шек Или там Ну он вибрирует Орет Если заказ готов Так вот Это индикатор Состояния Промиса Вот ты такой Подходишь И говоришь Чувак Мне бургер Он говорит Вот тебе промис Сейчас мы дождемся Пока на кухню Уйдет заказ С кухни принесут Бургер И подойдешь За своим бургером То есть промис Это поднос С ожиданием Того Что будет бургер То есть Ты отправляешь Какой-то запрос На сервак И ты в принципе Ожидаешь Что от него Будет ответ И тебя уже Ты так сказать Уже в принципе Получил что-то Типа Ответа Но по факту Ты еще ждешь Что же ты получил Ну ты получил Обещание То есть Как у нас В нашем случае Когда мы чеки Получаем в Макдональдс Да Ты получил обещание Но я имею На программируемом уровне Просто ты ждешь Вот когда придет Тогда и сработает Короче говоря То есть Обработчик ждет В тот момент Пока Пищалка еще не пищит Заказ пендинг То есть Мы в ожидании Как только Пищалка запищала Order is settled Заказ Ожидает Тебя По факту Это не означает Ready Ready Это только тогда Когда ты этот заказ забрал Вот тогда он готовый А пока он тебя еще ожидает Еще хрен пойми Что там Потому что есть В коллбеке Два атрибута Так Точнее Ну да В коллбекной функции Два атрибута Resolve и reject Resolve в случае success А reject в случае ошибки То есть вот мы создаем New promise Внутри функции order Потому что она сразу же Возвращает promise И в ней Бургер Кукбургер Это асинхронная операция И в том случае Если бургер ready Выполнена асинхронной операцией Пока не важно Как она выполнена По факту будет Несколько вариантов Как она выполнена Error или бургер Если error То есть например Если тебе подают Тухлый бургер Ты его не будешь забирать Ты его просто отдашь Назад И будет reject Функция отрабатывать А если тебя все устраивает То отработает функция Resolve С параметром бургер С тем бургером Который ты получил В данном случае В данном случае Resolve Это забрать поднос Со своим дерьмом А reject Это отдать поднос Сказать Слушай братан Не Со своим дерьмом Да Ну и выбросить сообщение Error while cooking Так вот И когда мы заказываем Ордер Джейкбургер Мы сначала получаем Поднос promise Потом ждем Пока promise Зарезолвится Засетлится Точнее Засетлится сначала И потом После того как он Засетлился Мы его или Реджектим Или резолвным Здесь сразу Есть у него Ну варианты То есть она говорит Вот fulfill Если заказ выполнен Вау Бургер There you go Pick up Ты его забираешь Если нет Not burger Там просто Какие-то шляпки Непонятное дерьмо Кошметкину Ну И он говорит No Тогда ты его Реджектишь Блин Мне чувака жалко Который Ссори И смотрит на бургер Ну да Он же всего лишь кассир Он же не знает Что на кухне Косикнули Вот да Ну вот да Отвечать Все равно будет Александр Друсь Order fulfilled Если все хорошо На кухне Все круто То здорово А order rejected Мы вызываем Функцию reject И по факту Когда мы Сам order Jake Burger Описываем Там у нас напомню Была конструкция Then a catch В случае catch Это сразу Мы уходим Обрабатывать ошибку Мы ловим ошибку И выводим ее Там или в консоль Или каким-то образом Там Показываем Само уведомление Для пользователя А в случае того Если резолвим То тогда Отрабатывает функция Then Которая зависит Полностью от параметра Burger Там будет у нас В данном случае В данной реализации Константа milkshake Которая будет Синхронный Внимание Метод Make milkshake Почему синхронный Ну в данном случае В метафоре Милкшейки Делаются сразу На кассе Поэтому их ты не ждешь Не нужна синхронность То есть синхронность Это просто еще Сделать ванильный Милкшейк И все И после этого Ретернуть Burger Burger Тот который прилетел А шейк Милкшейк Тоже который прилетел Из синхронного метода Make milkshake То есть в итоге В итоге Здесь через Такую вот Цепочечку Callback Таких так сказать Но это все По факту Один большой промис Который делится На части Мы Резолвя Резолвим тот бургер Который нам вернулся С кухни Он у нас Несколько раз Одним и тем же Атрибутом Путешествует С функции в функцию Мы его Резолвим И milkshake Который мы уже В самом-самом конце Через Then Тоже Выстрели На самом деле Она здесь делает Небольшое отступление Мы можем ловить Ошибки Не только в кетче Но и внутри Then Можно передавать Второй аргумент Который будет Конкретно Исходя из бургера Ловить ошибку Но Она говорит Для простоты Разберемся Просто С вариантом Когда мы Кетчим Все ошибки Если Хотите Прям подробнее Почитать Почитайте This article И там уже На девелоперс Google Ком И там Хорошо Там уже Да Там уже Космос Пол Айриш И так далее Так вот Как можно Чейнить Промисы Мы уже Забежали С тобой Вперед О том Что Можно Милкшейк Синхронно Выдавать Но Она вообще На самом деле Действительно В шейк-шеке Есть вторая Си Лайн Очередь Видимо Си Коктейл Я не знаю Ну короче Это для напитков Почему Си Давай подумаем Кап Ну допустим Ну короче говоря Это для напитков И они делаются Сразу на кассе Поэтому они Синхронные Может быть Кок Может быть Слушай Все возможно Это же наверняка Название историческое Когда еще Шейк-шек Основывали Там 50 лет назад В 80-е Да Как мы Пинкфло Там ты видел Да Нас песочили В комментариях Да ой Там было Было да Вот короче Скорее всего Шейк-шек Я прям загуглю Мне интересно Я думаю Что в 80-е Сейчас посмотрим Опять 50-е Будут просто И все Да Мне сразу На Арбате Его предлагают Но я-то хочу Шейк-шек Ресторан Штаб Квартира Нью-Йорк Основан 2004-м Ну 80-е Короче Все правильно Все сказал Прям как есть Где тут у меня Вот она Статья Потерял чуть-чуть Короче говоря Здесь не надо Сжать Это синхронный Промис Синхронный метод Так И ты идешь Сразу с подносом Новым Причем подносом В данном случае Для Так сказать Промисного Промисной Абстракции Ты сдаешь Поднос с бургером Старый И тебе на Милкшейк нам Выдают новый Поднос На который ты Кладешь все тот же Бургер И уже новый Милкшейк И бузер То есть индикатор У тебя сразу орет Потому что это Синхронный Метод Ну и здесь Опять же С картинками Мы разбираем Конструкцию Ордер Сначала у нас Первый Then Передает тот Бургер Который у нас Был на предыдущем Этапе Так Байзер Сразу же Шумит Нам сразу же Выдают Милкшейк Причем уже Еще на одном Подносе Уже на синеньком В данном случае Видишь It returns New tray А почему New tray Потому что у нас Два Then Мы сначала Делаем бургер Возвращаем объект Бургер Бургер Кшейк Милкшейк А потом С этим всем В объекте Food items Мы уже просто Консоли выводим А у нас Вот такая Это хреновина То есть по факту У нас Два раза Меняется Поднос Но Не так Это все страшно Это просто Из-за того Что мы Чейним И аргументы Так скажем Одного метода Передаем на вход Другого И уже там Дальше Их как-то Разрабатываем И так далее Ну и здесь Она в рамочке Нам выделила Еще раз Так сказать Все терминологии Промис Это поднос Пикалка Это статус Промиса Промисный поднос Иногда пустой В тот момент Когда ты ожидаешь Собственно Еще асинхронный Свой запрос Ожидаешь бургера И у тебя Промис пока пустой То есть Промис Это Ну да Обещание того Что что-то будет Что-то обязательно будет Значение промиса Это то значение Которое вы возвращаете В первом случае Это только бургер Во втором случае Это и бургер И мелкшейк Когда мы чейним это Когда возвращаем значение В then Оно будет завернуто В новый промис Ну как мы уже сказали Подносы меняются Каждый раз Поэтому Вот смиритесь Просто с тем Что на второй раз Вам выдадут Новый поднос В абстракции Вот этой Джава скриптовой Ну она говорит Кроме этого Есть еще Небольшие трюки Например К промису Можно применить Метод all Так И в данном случае Он создает Промис Который Принимает массив Промисов Внимание Да Много подносиков Взять Да Сам большой поднос Большой промис Отработает Только тогда Когда все подносики Заполнятся Это сделано для того Ты такой говоришь У меня большая вечеринка Вот вы меня позовите На кассу Только когда все пять Вот наших подносов Будут готовы Когда на весь класс Да Да Воспитательница говорит Вы позовите-ка У всех моих Будут подносы Я тогда подойду Заберу Причем Да Ну собственно Об этом мы говорили Есть метод race Он похож на all Это когда у всей расы Будут подносы Это круто Но я думаю Все-таки гонка Здесь имеется Хорошо Просто потому что Race В данном случае Это для обидчивых Если хоть один поднос Будет без бургера То не Нам все Вообще все подносы Нахрен не нужны Пошли в жопу Понял Понял То есть вот здесь Вот такое есть И опять же Если ты суперголодный Ты заказываешь Пять подносов Бургер Чизбургер И хот-дог И вот Только какой-нибудь Один готов Ты говоришь Сразу зовите Я любой заберу Мне похрен Жрать хочу Да Первый какой готов Я заберу Поэтому Вот Вот такие аналоги Прикольные на самом деле Прям вот Ничего не скажешь Сразу все становится На свои места А у нее можно Кроме промисов Почитать тоже Про картиночку Есть видео Где она верстает Да есть видео Я не знаю Давай потом Сейчас на блог Зайдем Я прочитаю Скажу Что у нее здесь Есть еще Список литературы Точнее список Для дальнейшего изучения Что есть промис Кукбук На английском В скобках Она везде пишет Что есть китайская версия То есть видимо Она из этих Все таки Есть just script Promises Introduction На английском А есть just script Promises In Japanese В скобках Китайский Корейский Тоже есть Yes Так что она Все таки Из этих Ну и она Также благодарит Джейка Арчибальда И Нолана Лоусона За то что они У нее рецензентами были Пост прочитали И видимо Что-то подкорректировали Прикольно